Карагандинский шахмат В 1967 году, когда во Дворце пионеров, находившемся в здании нынешнего театра «Кукол Буратино», открылся первый шахматный кружок. Его руководителем был квалифицированный тренер-фронтовик Виктор Кириллов. В 1962 году его ученики Роман Мирошник, Габдулбари Мамалинов, Аман Жангожин, Владимир Фартучный и Геннадий Легай впервые поехали в Алма-Ату на республиканскую школьную спартакиаду. Тогда дебютанты не снискали лавров, а вот через два года уже заняли второе место. А на следующей спартакиаде обновили состав и стали чемпионами. В той золотой команде играли Миша Лебович и Балат Карибаев, гость сегодняшней нашей программы. Мишей было лет 8-9. Мы занимались у Виктора Семеновича Кириллова в шахматном кружке, нынешняя «Буратино» напротив. И вот в одном из интенсивных тренировок заходит мужчина вместе с мальчиком. Это, оказывается, был папа. Он подошел к папе Миши, мальчика, папа подошел к нашему тренеру Виктору Семеновичу и говорит, «Здравствуйте, ничего не могу поделать. Вот мы с сыном играем, и он меня постоянно обыгрывает, обыгрывает и говорит, еще и еще играть. Проверьте, пожалуйста». Я помню это прекрасно. Он сразу проверил Виктора Семеновича, как он играет, и сказал, что «Да, хорошо, пускай приходит на тренировки». Это было мое первое впечатление, так сказать, когда я увидел Мишу Лебовичу. Потом мы вместе тренировались, вместе тренировались, и он выделялся своим талантом, конечно, и чувствовал, что у него уже подготовка, были определенные серьезные знания. В 1964 году у нас в Караганде предстояло в программе школьной спортехиады Субыканской командное соревнование по шахматам. И мы оба были кандидаты в сборную области. Соревнование намечено было провести в дворце спорта имени Нуркена Абдирова, фойе. И вот мой тренер Виктор Семенович Кириллов говорит, ну, вам надо для тренировки сыграть тренировочный матч Булат с Мишей. Кстати, я на три года старше его, ну, в таком возрасте это существенно, но, тем не менее, учитывая его талант, все-таки это. А я в то время учился в школе-интернате. Ну, меня, конечно, всегда, в интернате номер один, которая сейчас, вот, областная музыкальная школа, меня всегда отпускали на тренировки. Ну, я, естественно, согласился, мне было почено сыграть. Ну, наш матч оказался весьма полезным и упорным. Три партии выиграл Миша Лебович, две партии победил я, и в одной зафиксировался ничья. То есть мы были подготовлены психологически, но, в данном плане, неплохо. И вот, когда началась спартакиада, я помню первый тур, было страшное волнение, как бы это, все-таки дома играли. Я, кстати, это мое первое выступление было на ступанском уровне, и у Миши тоже в 2004 году, ему было 12 лет, мне было 15 лет только исполнилось. И что любопытно, в первом туре мы обе свои партии выиграли. Мы играли с Восточным Казахстаном, и тогда сразу появилась заметка в Санисийской Караганде, что я помню фамилию, кого я победил, фамилию Бакурский мальчика из Восточного Казахстана, и Миша Лебович выиграл свою партию. Но в итоге команда наша неплохо сыграла. В той команде была у нас Наташа Кузнецова играла на девичьей доске. Ну и были еще там пару шахматистов, Сарани был, Валентин Волик, и играл еще на первой доске, там немножечко я фамилию забыл. В общем, команда у нас была сплоченная, дружно, мы выступили успешно. Вот такие воспоминания. Потом Миша Лебович уже, все, у него были результаты, уже он играл в Садиверозах успешно. И вот уже, как вы упомянули, в 1966 году он стал впервые чемпионом. Явственно, что это был талант. И после этого, после осени, в январе, в 1967 году, на Ленинских горах, в столице СССР, в Москве, проходил личный чемпионат Советского Союза среди юношей и девушек. И вот Миша Лебович там представлял Казахстан. И что любопытно, что он в островом соперничестве с Анатолием Карповым, победив его в личной встрече, по коэффициенту, он стал чемпионом СССР. Это было уникальное спортивное событие для Караганды тех времен. Сразу же на следующей серии в Союзе газете «Комсомольская правда» появилась заметка. 15-летний школьник из Караганды Михаил Лебович стал впервые чемпионом СССР. Он был зачислен в юношскую сборную СССР. Ну и потом, я помню, он два раза выезжал в составе сборной. Со Швеции играли, там, с Германией и так далее. Поэтому Миша Лебович, безусловно, это первая звезда была, если уже на все зависимости, он себя так проявил. И это, безусловно, был очень большой талант. Насколько я знаю, на сегодняшний день Миша Лебович, он живет в Израиле, получил звание международного гроссмейстера, но он активно особо не играет, но звание международного гроссмейстера имеет. В конце 80-х годов прошлого столетия в Караганде появился шахматист, который в чем-то повторил, а в чем-то и превзошел успехи своего земляка Михаила Лебовича. В 1989 году 10-летний Борис Аврух занял второе место на чемпионате Караганды среди мужчин. В следующем, в 1990-м, наш юный земляк стал чемпионом мира среди детей до 12 лет. Наставником юного вундеркинда был Владимир Медведев, один из тренеров Дворца пионеров и школьников. В 1994 году Борис Аврух стал первым международным мастером в истории шахмат Караганды. А еще через год Борис с семьей эмигрировал в Израиль. Декабрь 1986-го. После долгого перерыва в Караганде вновь прозвучали позывные клуба веселых и находчивых. На этой неделе в Театре имени Станиславского прошли состязания команд медицинского и педагогического институтов. С отсчетом 5-1 победили студенты-медики. Это была первая игра в истории Карагандинского клуба КВН. Немногие сегодня помнят, что телеигра, которая изначально называлась «Вечер веселых вопросов», возникла в СССР еще в конце 50-х по образу чешской программы. Она несколько раз виду изменялась, и, наконец, в ноябре 1961-го советский зритель увидел первый выпуск передачи КВН. Клуб веселых и находчивых пользовался огромной популярностью. По всей стране возникло КВН-движение. Подражание передачи. Игры устраивались в школах, пионерских лагерях, училищах и институтах. Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране. На телевидение попадали лучшие команды. Поговариваю, что и карагандинские КВНщики в те годы пробивались на московскую сцену. Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью или идеологией, с какого-то момента их стали передавать не в прямой трансляции, а в записи. И сомнительные с идеологической точки зрения шутки вырезали. Передача раздражала руководство центрального телевидения. Цензура становилась все более жесткой. В конце 1971-го года передачу и вовсе закрыли. В 1986-м году в начале перестройки передача была возобновлена. По инициативе горкома комсомола в Краганде начали создавать команды клуба веселых и находчивых. Каждый вуз имел такую, но особо в середине 80-х отличились представители Медицинского института. Студенты стали первыми чемпионами КВН города и первыми чемпионами Республики Казахстан в 1988 году. Сегодня в гостях у программы «Моя Караганда» легендарный капитан команды КВН Медицинского института Сергей Шилин. Может быть, не легендарный капитан, лучше было бы сказать, наверное, легендарная команда, поскольку та команда, в которую я играл несколько сезонов, она не проиграла ни одной встречи. Мы становились постоянными чемпионами города, ну и потом, наверное, как вытекающие, как следствие, мы стали чемпионами Республики. Первыми. Ну, есть, наверное, повод гордиться. У меня, скажем, для участия в КВН, в Клубе веселых и находчивых, была очень хорошая база. Это культурно-массовая работа, которая, так сказать, была на должном уровне поставлена в Карагандинском государственном медицинском институте. И КВН в конце 80-х, это просто, знаете, такая вот отдушина. Хоп, появился первый выпуск КВН на центральном телевидении. А у нас, и у нас, Карагандинский горком комсомола на тот момент оказал очень большую поддержку в становлении Клуба веселых и находчивых. Как финансовую, так и организационную. Вот, было приятно работать с людьми. Ну, все-таки, комсомольцы-комсомольцами, там тоже были молодые люди, да, девушки молодые. И второй секретарь, и третий секретарь были милыми барышнями, так что мы нашли общий язык. Собрались. Собрались, естественно, встреча в горкоме комсомола, мы обсудили критерии и поехали. Были такие конкретные яркие ребята веселые, которые мы друг друга знали. Мы были постоянными врагами, скажем так, ну, в хорошем смысле этого слова, в факультетских конкурсах художественной самодеятельности. Там не на жизнь, а на смерть трубка была. Вот. И потом, так сказать, лучшие представители факультетских команд художественной самодеятельности просто собрались в одну команду. Вот здесь пять человек, значит, из нашей первой команды. Значит, это Александр Львович Песин, Евгений Гарич Чуреков, ну, вот это ваш покорный слуга. Так, это Игорь Василенко и Володя Бельский. Вот пять человек, но это не все. У нас в первой команде была одна-единственная звезда, это Татьяна Фишман. Вот. Татьяна Фишман, тоже она в Израиле. Значит, во второй команде у нас сначала была Светлана Владимировна Ахметова, вернее, в Девичестве Плесовская, нынче Ахметова. Ну, достаточно известная личность в нашем городе. Вот. Потом появились еще девчонки, Лена Гиричева. Вот. Но это уже чуть дальше туда, уже к нашему, к нашей поездке на чемпионат республики. У нас тогда, наверное, девчонок было человек пять. Я вам хочу сказать, что чемпионат, вот это, это был импровиз полный. То есть мы летели на стыковые матчи, на полуфинальные в Чимкент. Должны были играть две команды и еще две команды. Значит, получилось так, что одна из команд не прилетела по каким-то причинам. Вот. И нам пришли и сказали, пацаны, завтра играйте в финал республики. И то есть это был шок полный, да. Нам пришлось за ночь, мы пробовали, репетировали, за ночь мы переписали программу. Вот. Значит, что-то там переделали, значит, и пошли выступать. Нас поставили перед фактом, что мы играем, представляете? Играть в Чимкенте с Чимкентом. Полный зал, я уж не помню какой-то, дворец культуры. Вот. Тяжело, но мы вот выдрали буквально. На последнем конкурсе выдрали победу. На импровизе очень хорошо мы сыграли. Вот. Ну, тяжеловато. Ну, то есть, представляете, там сидит, грубо говоря, дворец культуры, да. Ну, не Горняков, наверное, а Хлопкороба в Чимкенте, да, как у нас ДК. Вот. Весь их, 10 человек было наших болельщиков. Нужно отдать должное команде университета, которая поехала с нами в качестве болельщиков, группы поддержки. Вот. Нужно отдать должное горкому комсомола, который эту команду туда отправил. Для этого уж нужны были деньги. Так я вам хочу сказать, что эти 10 человек университетской команды порвали вдребезги и напополам этот ДК Хлопкоробов. Сначала, конечно, они, знаете, как кость в горле были у всех. Они сидели на первом ряду. Вот. Они накануне поехали куда-то, по-моему, в Ташкент, пока мы переписывали программу, готовились. Они поехали в Ташкент, по-моему, на экскурсию. Там купили дудки, горлины, барабаны, свистульки и прочую лабуду, да. Подготовились, речевки все. То есть изначально они были враги для всего зала. Потом их поддержку, да, вот когда они начинали за нас уже, что называется, рубиться с места, уже все на ура. То есть у нас одна команда была здесь, другая команда была там. Вот так вот. Ну, просто, так сказать, рампа нас разделяла, да. И потом мы решили, ну, поиграли немножко, мы решили просто достойно уйти. Мы стали чемпионами республики. Какие-то заморочки были вот с этими играми, со среднеазиатским регионом. И, ну, я лично поставил, подытожил. Все. Команда продолжала играть дальше. Новый состав, отличные ребята были. К великому сожалению, сейчас этого нет. Те деньги, которые мы успели заработать вот КВНовским составом именно на Юморине, которую мы сделали, да, мы их потратили вот на свою поездку в ГДР и в Польшу. Все. Остальное, ну, так сказать, любовь, почет, уважение и т.д. и т.п. 1991 год. Миллионы телезрителей смотрят по телевизору игры команд КВН различных городов и вузов страны. А есть ли шанс попасть на голубой экран у каргандинских КВНщиков? Кажется, такая возможность начинает вырисовываться в Каргандинском государственном университете. Там создана студия КВН «Фальстарт». На днях команда вернулась из первых своих гастролей в город Ермак Паладарской области. Концерты в городе Металлогов прошли с огромным успехом. Теперь у ребят мечта – выставить команду на всесоюзный телевизионный конкурс клубов веселых и находчивых. Но для этого нужно поддержать КВНщиков финансами. 1946 год. Каргандинский обл. полком вынес решение об организации производственно-художественной мастерской при художественном фонде Казахской ССР. Сам худфонд появился в республике незадолго до войны, в 1940-м. В его задачу входило всестороннее содействие творческой деятельности художников. Газета «Социалистическая Карганда» писала. Сегодня в нашей области 803 агронома, 103 артиста, 83 художника и много других работников культурного фронта. Так вот, эти 83 художника в основном трудились на развитии станковых и монументально-декоративных форм изобразительного искусства. Однако художников не хватало, поэтому, к примеру, в 1938 году ряд каргандинских организаций заключили договор со скульпторами Москвы на изготовление декоративных и парковых скульптур. Для парка культуры и отдыха заказано пять фигурных групп для большого фонтана, изображающих детский хоровод. Для другого фонтана была изготовлена скульптура, изображающая купальчицу. Горздрав Карганды заказал две скульптуры изображением матери с ребенком высотой 2,5 метра. Обе фигуры будут установлены в нишах роддома, открытого недавно в Новом Городе. В послевоенные годы и начинается история Каргандинской областной организации союза художников. Именно тогда в городе открылись художественные мастерские «Динамо», затем отделение «Каза и Зо». Позже они объединились в Каргандинские художественные производственные мастерские художественного фонда «Казастана». Художники профессиональные здесь появились, ну, где-то все-таки уже в период репрессий. И то они жили все-таки в зонах, и доступа к ним у народа-то не было. Были лагерные выставки, но, опять-таки, это вне, так сказать, зоны действия вот этой вот, так сказать, вот карагандинской культуры. Первая выставка такая, она называлась «Выставка самодеятельных художников», то, что, по крайней мере, по архивам удалось найти, это 1948 год. Это уже послевоенное время, уже как бы так, уже так немножко начал народ вздыхать. И там было где-то порядка 30 художников. Там среди самодеятельных художников были Гумель, был Андреюк, был Реченский, те, которые потом стали такими интересными художниками, именно профессионалами. Было несколько репрессированных художников, Эйферт уже там был на этой выставке. Но он назывался самодеятельным, потому что как бы не было никакого творческого объединения, и не важно, что там были художники, которые стали себя профессионалами, но в основном это художники, которые недополучили художественное образование. Гумель тот же там два курса проучился, три курса. Андреюк два курса проучился в училище, потом все, война, и никакого уже образования не было. Единственное, наверное, Эйферт был сразу профессиональным художником, а еще Фризен был репрессированный художник, и Фриза, вот это два художника, которые вели здесь из-за студии в Караганде. И Эйферт вел, это третий, который вел из-за студии, он вел на шахте 38-й, а они здесь в городе, во дворце горняков. И, в общем-то, вот у них как бы учились те, кто хотел хоть что-то понять в изобразительном искусстве. И в 48-м же году здесь было создано отделение Казызо. Казызо, казахское изобразительное искусство, такое творческое объединение было создано в Алма-Ате кукрыныксами, потому что многие художники были эвакуированы в Алма-Ату. И затем в 48-м году вот здесь вот открыл Андрюк, как раз был первым, так сказать, уполномоченным представителем этого объединения у нас в Караганде. И вот началось вот такое вот собирание всех тех, кто мог бы себя посвятить творчеству. А людей, вы знаете, было достаточно много тогда. Те, кто были, ну, как я даже не знаю, правильно сказать, разотопированы, или которые уже были, так сказать, на поселении, даже вышедшие из лагерей, или просто сосланные по национальному признаку сюда, вот они все потихоньку объединялись. И вот это вот первое, такое помещение было небольшое, рядом с Ленуглем. Это вот где-то проспект Советский тогда был. Или проспект Сталина еще тогда, наверное, был в районе стадиона. Вот они сделали такую вот первую выставку. Потом стали какие-то они делать оформления. В основном это оформления к праздникам. Собственно, заявили они себя как существующие уже и полезные города. Люди вот в оформлении таких вот праздников. Первое мая, девятое мая, седьмое ноября, там, ну, и Новый год, конечно, там. Затем уже в 55-м году сюда приехал Виктор Иванович Крылов. Он уже из Караганды уехал учиться. Сначала в Алматинское художественное училище, потом в Рижскую академию. И сюда приехал единственный человек с высшим специальным образованием. Это было очень много, это было очень значимо. И вот он начал вот это вот объединение Каз и Зо, он начал туда еще подтягивать еще людей. И тогда появился вот в этой же компании появился первый художник-казах Абетов. В музее есть несколько его работ, то, что вот осталось, то, что сумели найти. Вы знаете, он был очень талантливым человеком. Он просто вот учился у тех вот, кто здесь вот был, такие профессионалы, полупрофессионалы. Самое главное, что они горели каким-то страстным желанием поднять культуру Караганды. В 1952 год во Дворце культуры горняков открылась выставка произведений народных художников, заслуженных деятелей искусств, лауреатов сталинских премий. Одной из любимых тем наших мастеров является образ Сталина, в лице которого весь советский народ видит лучшие черты нового социалистического человека. Художник Решетников на своей картине изобразил вождя в рабочем кабинете за чтением писем. Глаза товарища Сталина, устремленные на письмо, написанные детской рукой, светятся теплотой и нежностью. Просто и верно, через отеческое внимание товарища Сталина к советским детям, художник показал близость вождя с народом. Близки художникам Караганды и темы родного города Павел Андреюк разрабатывает эту тему в картинах «Индустриальная Караганда», «Углеразрезы», героя Советского Союза Нуркен Абдеров. Вызывает интерес работы одаренного скульптора Юрия Гумеля, работы Ленида Усайтиса. Петр Антоненко работает над произведением «Панорама Караганды». Скоро на областной выставке произведений искусств, посвященной родному городу, будут представлены все эти работы.